Всем добрый вечер. Что кушаешь? Мармеладку. Энергетик. А вы видели, что я проигрываю? Блин! Да, Тимур! Что такое? Двоём поиграть. Что я сделаю? А я что сделаю? Чего? Шесть пять. Браво, Тимур! Девять восемь, повели! Легенда! Ты чё? Легенда! Ты даймал? Побежали парни! Девять! Иди-девять! Поменять! Который раз 81, да? Да! И он головой болезает! Он здесь сильный, а она смотрит дальше. Вот успеть! Туда рано, еще шаг. Данька, еще шаг. Вот, молодец. Сейчас как раз фонарь в глаза. То, что надо. То, что надо, сейчас как раз контент. Хороший, лёгкий. Сейчас прям вслепую. Зачем мне солнце? Я маку. Если есть баку. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет, я. Сейчас ворота закрыли. Пушка называется Батраков. Удачи, когда. Когда идите, а здесь только стоять. Время минуты я толпаю. Может попробовать тестер-эндорьем набегать? Не, у нас там нормально. Знакомился с командой, с игроками. Много кого знал. И с другими ребятами познакомился тоже. Очень приятно и хорошо встретили. Очень дружная атмосфера в команде. Поэтому очень рад оказаться здесь. И чувствую себя, скажу, в нём всё лучше и лучше. С тренским штабом был знаком ещё давно. Но так как я, конечно, знал требования, что требует главный тренер. И понимал, что играет команда. Поэтому всё понятно, всё понимаю. Были такие разговоры с тренерами. Поэтому понимаю, что надо делать на поле. Ну и готовимся к играм предстоящим. Сейчас тяжёлые игры. Поэтому на все матчи настраиваемся с максимальной готовностью. В ближайший матч с Химками надеешься дебютируют в этой игре? Ну, надеюсь. Это исходит от решения тренерского штаба. Я всегда готов, всегда работаю на максимум. Поэтому большое желание дебютировать. А там дальше как решить тренерский штаб. Хороший соперник. Ну, команда очень сильно усилилась в последнее трансферное окно. Я так за новой командой не очень следил. Но есть пару там знакомых тоже. Поэтому, в принципе, думаю, будет тяжёлая игра. Если в Химках ты не играл, то в Нижнем ты играл. Что можешь сказать об этой команде, с которой мы сыграем уже в эти выходные? Ну, играть в Нижнем всегда тяжело. Знаю, что команда всегда настраивается на домашний матч очень серьёзно. И уверенно себя чувствую в домашних играх. Поэтому никогда не будет легко там играть. И тоже будет, мне кажется, тяжёлый выезд, на который мы будем с максимальной отдачей готовиться. И будет 100% легко, но будем готовы. Сейчас в «Локомотиве» много молодых игроков. И, в общем-то, старт получился достаточно таким сильным. Что думаешь по этому поводу? Ну, я думаю, что молодые игроки себя управляют очень хорошо. И это во благо клуба и команды. Самое главное, что есть хороший результат. Игроки растут и показывают свои лучшие качества. Дай Бог, так будет продолжаться. Был сейчас, наверное, Тегнезианом в сборной. Обсуждали «Локомотив». Да, я спрашивал про некоторые там, не знаю, нюансы, обычные вещи, которые спрашивают. Кажется, когда приходит новая команда. Но я здесь уже считается лидером и раздевалки, и на поле. Поэтому знаю тут все, так сказать, наизусть. И рассказал там пару моментов, которые там правила команды тоже есть, которые надо соблюдать. Поэтому советовался с ним много. И он с адаптацией мне помог. Можно сказать, что ты вернулся домой в родной дом? Да, чувствую себя очень хорошо. Я, если честно, очень счастлив. И тренироваться, и носить футболку родного клуба всегда доставляет просто неописываемые чувства. Поэтому каждый день, когда я приезжаю на тренировку на базу, очень горд этим.